Даром всем, ребята, кентуха на проводе И прямо сегодня я вам расскажу, когда же В ход коллекции Драгонрайз на рынок, потому что Прямо сегодня я спросил этот вопрос У разработчика, и он дал мне четкий ответ Поэтому, ребята, присаживайтесь Подобнее, обязательно прожимайте огромнейший лайк Подписывайтесь на мой канал И пишите любой хороший комментарий Ну что же, приятного просмотра, а мы начнем Ребят, я объясню, что голл пасс уже закончился То есть, если вы прямо сейчас зайдете на главную страницу Голл пасса нема И мы не можем его купить, мы не можем пройти Все, ребят, все задания и все, что связано с голл пассом Оно окончено Но теперь осталось самое приятное Мы ждем выход коллекции Драгонрайз на рынок Для тех, кто думает, что мало ли она не выйдет То, ребята, мы ждем фильтр и мы видим Что тут есть Драгонрайз коллекция Даже помимо этого, если мы пролистаем Самый-самый-самый низ, и я еще подвину Свою жирную задницу, то мы, ребята, увидим Что тут есть нож танта, то есть Коллекция Драгонрайз 100% Будет на рынке, а вот когда она Именно выйдет, это уже другая история Короче, ребят, смотрите, я дважды Спрашивал разработчика касаемого выхода Даты коллекции Драгонрайз на рынок Что же он мне ответил? Давайте-ка все вместе прослушаем Короче, голл пасс выйдет на рынок Завтра Ладно, это шутка Я надеюсь, что вы все понимаете Что это было бы не очень красиво с моей стороны Давайте вам расскажу то, что я знаю И то, что я могу вам рассказать Первый раз я спрашивал в пятницу Так вот, я спросил Есть ли вероятность, что выйдет у голпас на выходных? На что я услышал ответ от разработчика То, что вероятность такая есть, но она очень-очень маленькая И вот второй раз я спросил конкретно сегодня На что я слышал такой ответ Шансы есть, но это вряд ли Что же это означает? Это просто больше, чем ответ То есть, скорее всего, на данный момент разработчики как раз занимаются этим вопросом Но они вряд ли успеют до конца выходных А разработчики, они точно не успеют до конца выходных Поэтому, скорее всего, ребята Голпас будет на следующей неделе Точнее, скорее всего, а уже точно Голпас будет на следующей неделе Я думаю, что это будет или понедельник, или вторник В крайнем случае, среда Ну а прямо сейчас вы, ребятки, видите всю коллекцию ножей И я могу сказать только одно То, что есть парочка ножей, которые будут стоить дороже Но в основном все ножи будут стоить плюс-минус одинаково Самый дешевый нож Танто Это будет Доджо Потому что он самый некрасивый Он самый первый И он реально попался по большинству людей Поэтому он точно будет стоить дешевле, чем остальные Так вот, какая будет цена Предполагаемая на ножи Танто? Скорее всего, ребят Цена будет 1300 1400 1400 И максимум, самое другое нож Что будет Ягодзе До 1800 голды Ну а теперь довольно-таки важное обращение К всем остальным экспертам Особенно к трейдерам, которые хотят заработать голду Мой совет Сходите заработать голду Делайте точно так же, как и я Просто заходите на рынок И продавайте все ваши ножи Вот я еще продаю, например, Кунай Радиэшн 1300 голды Зачем я это делаю? Я это делаю только со мной целью Потому что все ножи Как только выйдет голдпас на рынок Они очень сильно упадут в цене Поэтому мой совет Продавайте У меня еще есть, например, Легаси, ребят Да, Легаси тоже упадет в цене И хрен его знает Когда она обратно поднимется в цене Поэтому я тоже, ребята Даже ни секунды не думаю Продаю за 2600 голды Потому что Я лучше все буду держать в голде Потому что голда гораздо стабильнее любых скинов Ну а теперь конкретно Я обращаюсь к тем, кто пишет Кент, АПК Зачем ты делаешь такие советы? Ты же не трейдер Ребята, не надо быть трейдером Чтобы понимать, что люди захотят покупать нажитанта Это логично, да? Они будут покупать нажитанта Но чтобы купить нажитанта Им нужна будет голда А где они будут брать голду? Они будут продавать свои старые скины Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь Что если, например, Легаси подешает в цене И она упадет до 2000 голды И знаете, что самое плохое? Что в этот момент Школьники паникюруют Увидят, что Легаси стоит 2000 голды Такие Ёлки-палки Как это все дешево Начнут продавать Легаси за 2000 голды Думая, что он упадет еще ниже Хотя это не так Легаси подрастет в цене Но спустя время Я очень надеюсь, что мои подписчики это понимают Ну а прямо сейчас, ребятам, покажу Лучшую реализацию обновления 0.16.5 Что же мы тут видим И что же изменили И что же сразу бросается в глаза Посмотрите, пожалуйста, над моей головой Что же тут есть Тут надписи Звание режима соревновательного устрела Звание режима связки устрела Что же это такое? Это две разминочные игры Если вы не активничали в стендоффе Вы спросите А шо это? А как это? Прямо сейчас я вам все покажу И вы все узнаете Это очень-очень полезная штука Ну что же Давайте посмотрим Что же написано, когда вы нажимаете на звание устрела Вы были лишены звания в режиме соревновательной И связки из-за неактивной игры Чтобы установить их Вам надо отыграть две победные игры в каждом режиме Для чего это сделано? Это сделано для того, что если вы не играли, например, три месяца в стендофф Вы зашли первый раз за три месяца в стендофф И если вы пройдете сразу калибровку Скорее всего у вас будет плохое звание И специально для этого Вам стендофф дает якобы две тренировочные игры Чтобы вы подняли свое звание И только после этого шли в калибровку Честно, я считаю, что это было бы очень круто И, как минимум, было бы очень полезно Так, ну что же Также у нас есть надпись Получить медаль Если мы нажимаем получить медаль Ну, тут, в принципе, все по дефолтику Каждый 50 уровень качества медали повышается Бла-бла-бла Мы получили медаль То есть, раньше Для тех, кто в танке Этой надписи не было Раньше было так Ты нажимаешь получить медаль Все, у тебя медаль в инвентаре И ничего не понятно Многие школьники даже не понимали Откуда они ее получали Ну, а прямо сейчас, ребята Мы еще посмотрим награду за уровень Что же это такое? Это особая награда Которая уменьшает риск попадания нечестного игрока в матче Как ее получить? И для чего она вообще дается? Если у вас 50 уровень Вы получаете эту награду И вы, получается, играете только с теми У кого тоже 50 уровень То есть, грубо говоря Я ветеран Ты ветеран И мы побывались вместе в ММ Это было бы очень круто Рассказываю почему Потому что все читеры Они, новички Играют с лендов максимум до 100 часов И поэтому эта награда была бы очень полезной Рассказываю почему Потому что Если бы, например, какой-то читер Хотел бы получить эту награду Он просто бы не дожил до 50 уровня Потому что, представьте То есть, ему надо было бы играть честно До 50 уровня А потом бы его забанили Просто представьте Как бы у него сгорело Поэтому, ребята Эта награда была бы очень полезна Я бы с большим При большим удовольствии Сам бы юзал эту награду И играл бы только против ветеранов Эту награду Мы можем как и надеть Так и снять Так и осмотреть Когда мы надеваем Я понимаю Эта штука активна Когда мы ее снимаем Она неактивна Для тех, кто еще Мало ли до сих пор не понял Что это за награда Это что-то на топе фейсета Прямо сейчас Ребята, можно даже почитать Включая функцию Выбор режима Вы можете играть В соревновательный режим И в союзнике Только с теми У кого есть 50 уровень И не менее 250 часов в игре Это было бы нереально полезно Потому что, я уверен Вот именно с этой наградой Читера бы точно не было И попрошу обратить внимание Что теперь При поиске катки В соревновательном режиме У вас есть надпись Gold Competitive Что означает Что вы ищете Игру с теми У кого выше 50 уровня Так что, ребята Если вы согласны Что вы все это добавили В стендов 2 Напишите ваше мнение По поводу всего этого В комментариях Для меня оно очень-очень важно Ну а что же В принципе, на этом все Обязательно прожмите лайк Подпишитесь на мой канал И напишите любой хороший комментарий С вами был ваш Кентуха Всем удачи Всем пока